У нас двусторонние движения, и все, зауженная на повороте дорога. И вот иди, оглядывайся туда и все, где тебя сомнят. Отняли территорию наглым образом и все. Вместо того, чтобы сделать, не ТСЖ не делают, не городские не делают, но сделайте его нормальный тротуар, метровый, вот от 5-го подъезда до улицы Лунной, чтобы люди ходили спокойно. Даже вот этот новый дом оставили бы, вот это место, маленькой парковой зоной. Для детей площадку построили для ветеранов, какие-то лавочки поставили, зону отдыха, и мы были бы довольны. Дети у нас в школу ходили, вот из подъезда выходили, здесь были ступеньки, и они спокойно шли, не по дороге. Наш дом, у нас нет возможности, пешеходной зоны у нас нет. Начали строить дом, не согласовали с жильцами. Нет у них проекта, нет документации никакого. Вот у нас был бассейн, где у нас дети, внуки все ходили, купались. Это наша зеленая зона. Вот, считаю, кончается 6-й подъезд, вот бассейн, вот территория. На каком основании они поставили забор и залили на нашу зону, на нашу территорию. Начали котлован копать. У кого спрашивали? Ни у кого. Вот, примитивно, выходишь с детьми, тут машины и стоят. Да, вот дети выходят. Вот они выходят. Машины проезжают, пешеходы, прям на бордюр установятся, невозможно поехать. Нет, ребенок в школу. Надо этот вопрос поднимать. А нет, ты на счет дома. Он не видит, что вот за этим углом происходит, летит ли там машина или нет. Он проходил вот здесь спокойно, то есть не по дороге шел, а шел здесь. А тут что, все перекопали, все настроено. Нет, вопрос такой у нас. Собрались почти все жильцы здесь. Убрать забор, оставить нашу зеленую зону, закопать котлован, восстановить бассейн. Больше ничего мы не хотим. И убрать эту дорогу. Нужно поднять просто шум вокруг этой строки. Если они хотят шум, они должны ждать его. Меня зовут Аверин Михаил Александрович. Я являюсь директором управления специального строительства и непосредственно заказчиком строительства. Проходите ближе. Тогда первый вопрос. Почему без торгов началось строительство? Почему это произошло? Но торги только выставлены в воскресенье по городу. Вот новые сводки пришли. Мы все отслеживаем, все смотрим. Но перед тем, как начать строительство, должны быть проведены подготовительные работы. Давайте представим, что мы здесь собрались. Глава района Чебуков Дмитрий Владимирович. Сегодня с нами присутствует директор управления капитального строительства города Саратова. С нами также депутат от ЛДПР Сергей Вячеславович. Вопросы? Наша просьба нашего всего коллектива, этого дома, 6-го, 5-го подъезда, чтобы прекратили... А у нас здесь есть кто подрядчик по договору? Я рассказываю, а что мне не слушаете? Да, я вас слушаю. Мы народ, а вы нас что не слушаете? Я вас слушаю. А вы же слуги народу. Я вас слушаю. Чтобы вот эту стройку сместили, оставили нашу зону, зеленую зону, которую нам администрация подарила за нашу дому. Бассейн. Это был 1998-1999 год. Когда открывали наш бассейн, вот этот вот. А, детский клуб Прометей, вот эти у нас есть, на Курденске, 65. Вот они, значит, открывали вместе с администрацией Ленинского района этот бассейн. Там были праздники, проводились постоянно праздники, вот на территории этого бассейна. А потом... При всем при этом нам, когда вот оформляли... А сколько этот бассейн функционировал? Он вообще функционировал? Да, лет 10 был с водой. Лет 10 был с водой. Но потом тут кто чистит. И, в общем, бассейн практически не стало. Но здесь остались березы. Да, вот они спилили все. Березы, деревья спилили просто. В любом случае, когда будет завершено строительство, и дом будет сдавна на эксплуатацию, будет также благоустройство. Вы можете также посмотреть на проектирование. Мы не хотим, чтобы начиналось. Нет, правильно я понимаю, вот здесь также будут и деревья высаженные, и зеленая зона также будет. Вы посмотрите просто проект. Там все есть, и все предусмотрено. И тротуары все предусмотрены. Да нет проекта никакого. Как это и нет? Да я сам, когда мы строим, благоустройство, мы то же самое делаем. Это будет общедоступно. То есть здесь не будет частной территории забора. Они потом забор поставят, и все. И ничего, вот он стоит уже, и все. Да, что же нам будет этому дома? Ну, да не надо. Вы что мне говорите, что строительство... Что, чтобы они не окораживали? У вас заложен там благоустройство. Это же все. У нас должны быть стоянки под машин тоже, но мы хотим здесь. И хотим, чтобы у нас была зеленая дона. В двадцатом доме тоже нет там ничего. Они даже гулять не хотят, посидеть не хотят. Как будут наши дети в школу ходить? Парковка для них, парковка для них, но не для нас. Вот они, парковка. Вы же нам сделаете нашу парковку. Да вы что говорите, скажите, что я поставлю машину на эту территорию. Они оградили и все. Глупости не говори, пожалуйста. Они дом построили, оградили и все. Главный заменный участок выделили нам под строительство. Что мы можем... Мы против этого участка. Вот забор, дай туда все. Остань зеленую зону нашу. Вы же не думайте только о других людях. Ну, я, нас на примере тоже не подумали. Которые переселяются сейчас в ветхого жилья. У них вот дома, извиняюсь за выражение, там даже на них вот без слезки заглянешь. Они так ждут, говорят, пожалуйста, пожалуйста. Ну, почему вы все так говорите? Они хотят, чтобы вы их услышали. Потому что мы говорим, потому что... Значит, должен переживаться переселенцы. Вот мой дом, вот граница. Вы их не знаете. Нет, а вы про чего говорите? Какие друзья это знают? Они не волнуют переселенцы. Вам все. Понимаете? Вы о людях думаете? Да. Я хочу защитить. Вы о них думаете? А вы думаете о нас? Почему о нас не думаете? Люди, а вы не люди. Да, них вы что-то не делаете. Вот дом построили. Вот дом стоит. Вот дом стоит. Вот два дома. Веселительные площадки. Мы ничего не добились. Потому что у нас как бы все как и осталось. Все на одном месте, как они вырвали котлованы, стоят на своем месте. Отодвигайте дом метров на 10 хотя бы. И сделайте нам площадку здесь, чтобы наша площадка была... Ольга, вот что они пришли сейчас в данное время, да? Что они пришли, да? Я имею 100% гарантии. Это-то на словах. Да. Ничего они делать не будут. Я спросил, вопрос задал, говорю, почему начали копать котлован? Нет паспорт, не оградили площадки. А это входит, типа, подготовительный. Я говорю, какие подготовительные? Ты по инструкции подсчитай. Подготовители, когда забор поставили, паспорт, тогда, говорю, можно котлован копать, Оль, и строить. Дальше, говорит, я говорю, вот этот котлован, говорю, какие вот вопросы? Вопросы? Засыпать котлован, восстановить бассейн и поставить забор, наш забор, этому дому. Больше ничего не надо. Нет, они пришли и ушли. А где официально, что они обещали, что они решили? Ничего не решили. Они думали, что нас убедят, а они сейчас и обратно начнут строить. Нам надо слова на 100%. Отодвигать его хотя бы до синего вагончика, чтобы у всех была одинаковая территория, хотя бы преддомовая. В общем, нам пообещали разобраться. А мы им сказали, что если вдруг что-то нас не устроит в их планах, мы будем продолжение борьбы с ними. А что они пообещали? Пообещали пересмотреть план дома. Пообещали. Пообещали сдвинуть дом, сдвинуть забор. Не, ну просто новый дом, как вот нам по плану показывали, он как бы подразумевает там парковую зону, но немножко с другой стороны. И вот если эта парковая зона перенесет с той стороны на эту, то как бы всех все устроит. Парковая зона останется общей, не принадлежащей к этому дому. То есть ей могут пользоваться все. Четыре дома будут обеспечить детскую площадь. То есть у них не будет возможности ее огородить. Да, вот что немаловажно, что как бы мы будем уверены, что этот дом не огородит вот эту вот зону отдыхом, за которым мы в принципе и боремся. Здесь будет безопасный проход наших детей, отдых для наших детей ветеранов. И как бы все будут, я думаю, довольны. А кто начал работу до торгов? Ну до торгов кто начал со своих? А что это? Кто больше вложил. Готов к строительству. И кто работает, где он здесь подготовлен? Что они сейчас оберонят, что мы видим. Мы сейчас уточним, как говорится, на носу. Нет, ну просто если... Нет, если не определен подрядчик, то кто мог заехать, то парень. Сейчас, в смысле, торги. Вот этот... Ну иду, да. Вот этот забор, он поставил... Вот то есть любой мог сюда приехать и начать биться. В чем питовительная работа, я сейчас просили и скажу. Вот в чем вопрос, если мы даже сейчас перенесем, в дальнейшем, если этот дом, как вы боитесь, что они поставят забор... Ну, на проведение питовительных работ. Он очень близко стоит к нашему дому. А торги проводились? А торги проводились? Да, будет муравей. У них вот дорога. Записали, что проработаем вопросы, которые жители сейчас волнуют. Это перенесение забора, закрытие въезда на эту площадку со стороны дома. Здесь можно с другой стороны. И, помимо этого, обсудить по поводу зеленой зоны для этого дома. Также они хотят, жильцы дома, прибавить свой земельный участок. Мы проработаем вопрос с управляющей компанией, чтобы увеличить земельный участок под домом через общее собрание. Ну, и остальные вопросы проработаем. Мы взяли контактные телефоны активных жильцов. Сейчас, как эти вопросы мы будем прорабатывать, мы их позовем, и дальше шаги наших решений их назначим. А кто же все-таки работу начал до того, как торги? Нет, там находится директор управления капитального строительства. Он не знает. Ну, как он не знает? Говорит, что не знает. Уточнит. Ну, значит, он уточнит. Я тоже уточню этот обедатель.